Идем на Везувий! Погнали! Билеты на Везувий можно сейчас купить только онлайн. Мы купили, ссылочку оставим в описании к видео. Также онлайн можно зарезервировать дополнительно паркинг. Паркинг находится в километре внизу от главного входа к дороге на кратер. От паркинга можно доехать на автобусе за 1 евро с человека. Но там довольно-таки большая очередь, поэтому мы пошли пешком. Нам, в принципе, пройти пешком в гору километр вообще не проблема. Идем на Везувий! Растительности довольно-таки много. Когда мы были на Этне, там вообще ничего не росло. Был только такой черный грунт вулканический. А здесь, видимо, пониже есть деревья, кустарники. Но тени нет все равно. За 20 минут мы дошли до билетной кассы. Схема нашего маршрута. Мы поднимемся до кратера вулкана. Тут уже начинается пешая дорожка. Не знаю, какая здесь высота, но уши начало закладывать. Пошли посмотрим. Под ногами такая пыль вулканическая. Ноги пробуксовывают. Но, по крайней мере, тут все обуты в спортивные обувь. Потому что на Этне встречались девушки в модельных туфлях на каблуках. Вчера мы из Неаполя все поглядывали на Везувий. А сегодня с Везувия любуемся Неаполем. Вот внизу парковка. Вот здесь. Ну, рукой подать. Дорога такая грунтовая, с сыпучим песком. Идти довольно-таки трудно, потому что проскальзывают ноги. Вот, но на этой высоте уже начинается ветерок такой прохладный. И идти становится поприятней. Вот, а чтобы ноги не проскальзывали, лучше выбирать более утоптанный участок дорожки. На этой высоте уже стало меньше растительности. Практически нет деревьев. Вот только одно есть. Есть только трава. И то такими кустиками уже. До первого перевалочного пункта мы шли 18 минут. Поднимались. Здесь есть вода. Отсюда можно взять гида. Каждые 20 минут отправляется группа. Такой красивый вид. И здесь уже как раз кратер. Это уже одна из верхних точек кратера. Ну и дальше дорожка идет вдоль кратера. По его периметру можно местами смотреть внутрь. По факту это огромная яма. По факту это огромная яма, из которой ничего не извергается. И даже ничего не булькает. И не дымится, как на Этне. Да, когда мы были на Этне, она извергалась где-то там. Каждые 5 минут выбрасывала камни и лаву. Да, это было эпично. Ну, считается, что это действующий вулкан. Единственный действующий вулкан континентальной Европы. Коллективное творчество. Современное искусство. Надо приобщиться. Да, такие пирамидки по всему миру встречаются. Не упало. Ура! Я хочу сказать, что не очень жарко, потому что вечерок прохладный. Единственный нюанс, какие-то мелкие мушки загрызли просто. Я не знаю, что это, но они так кусаются. Ужас. А меня нет. Меня не кусают. Я невкусный. Андрей невкусный. Конечно, не влезает эта вся красота в камеру. Да потому что надо было дрон покупать. А дроны здесь запрещено использовать. Ну, все. Все пропало. Так что будем только своими глазами смотреть и восхищаться. Приезжайте, смотрите сами. И с другой стороны кратера нам открывается город Соренто. Город поздних вечеров. Так себе погоды. Да. А вот там сзади остался Неаполь. Ну, все. Мы дошли до конца нашего маршрута. И дальше нас уже не пустили. Видимо... По кругу нельзя пройти. Кратер. Половинку можно обойти. Да. Половинку. Где-то 20 минут мы шли по кругу. Да. Но нас охранник не пустил. Возможно, туда можно с гидом подняться. Неизвестно. Ну, и в общем, самая тяжелая часть маршрута – это вот до кратера. А дальше все полого, по ветерочку. Очень приятно. Несложно. Ну, короче, Этма нам понравилась больше. Да. Она повыше. И там прям такой нереальный космический пейзаж был. Как будто ты по Луне идешь. Вот здесь, конечно, такого нет. Здесь и растительность есть. Ну, и людей побольше, и такая дорога с заборчиками. Ну, зато здесь легче. То есть, можно и там, и там, но Этма круче, конечно. Короче, сначала на Везувий. А потом на Этну. Потому что в обратной сторону не работает. И теперь мы поехали в Помпею. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это бордюры. Москвичам такие не снились? Да. Собянин позавидовал бы. Субтитры сделал DimaTorzok Самое популярное здание у туристов. Видите, толпа собралась. Называется Лупонарий. А что это? Бордель. О, нифига себе. Хорошо, сохранили. Действуешь ли, что ли? Че они там все ждут? Так живешь, живешь. Вдруг раз, извержение вулкана. Только Лупонарий хорошо сохранился. печь пекарня интересно не а тут подумалось как быстро и неожиданно может все закончится поэтому использовать каждую возможность чтобы получить максимум эмоций делать то что хочешь потому что потом нужно и не успеть да согласен с тобой оля почувствуй себя гладиатор выходим на главную арену амфитеатра выпускайте львов вот они уже идут смотри сколько много нападай и вон впереди везувий стать он далеко а все завалило все равно пеплом девять с половиной километров до вулкана хорошо сохранился город на самом деле конечно его раскопали но много чего сохранилось рекомендуют брать аудиогид и они правы ну и продают аудиогиды и обычные гиды предлагают свои услуги вот мы скачали в приложении easy travel аудиогид по нему походили довольно таки интересно не все нашли правда но то что нашли интересно оказывается что большинство жителей не погибло в помпеях вот город был двадцать тысяч человек погибло две тысячи остальные успели успели до уехать ну все теперь мы дальше возвращаемся сегодня в рим и следующее видео будет прорим какие-нибудь интересные и не туристические места посмотрим едем дальше едем дальше